Всем хай, с вами Скай, и сегодняшняя серия по Гульману у нас пройдет немножко необычно, а именно я не буду рассказывать, что я делал в порту, я вам это быстренько покажу, дабы не тратить наше время. Собственно, просто скажу, что в этом здании около семи канистр, одна канистра вот там вот вверху, еще одна канистра вот за теми досками, когда мы соберем их все, их около девяти штук, нам нужно будет на первом этаже вот здесь вот завести генератор, собственно, вот так он выглядит, и он, по-моему, даже работает, но сейчас почему-то этого не слышно. И, собственно, залазим потом на кран вот в ту будку, нажимаем там кнопочку, и опускается вот этот вот контейнер. Мы подходим к контейнеру, открываем его, забираем картину, и на этом наше задание на этой локации заканчивается. В общем, смотрите сами, а я пока что побегу вот в тот сарай, потому что у меня наконец-то получилось его пройти. Дальше дело было так. Наконец-то я взорвал этот проклятый проход, где нужно было заложить три взрывчатки. И, собственно, вы сейчас видите, что происходит дальше, когда я взорвал эту дверь. Действительно, на втором этаже можно найти три пакета со взрывчаткой. Я не знаю, почему я их не нашел в прошлый раз, но они там есть. Хотя вышел, по-моему, один или два патча, и, возможно, их туда положили на более видное место. Не знаю. Ну, в общем, мы расстреливаем турель, после чего здесь у нас лежит ключ-карта. Мы ее забираем и идем дальше по своим делам. После того, как мы ее подобрали, используем ее, собственно, на дверь. А здесь у нас уже начинается такое вот мочилово с пауками, потому что здесь их будет многовато. Вот, по крайней мере, мы убиваем одного, и дальше еще будет несколько их. Около пяти, возможно, шести. Ну, а покинуть нам лабораторию нужно нетрадиционным способом. Ну, в общем, какой герой такие способы? Поднимаясь по лестнице, мы слышим с вами рокот вертолета. Что вы думаете? Да, твою мать, здесь будет сраный босс вертолет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что ж, теперь будем проходить дальше. Значит, сейчас я в каком-то месте сохранился. Я уже не помню, тут тоже какой-то артефакт, ну, в общем, как обычно. Так, сейчас проверим наш боезапас. Так, все у нас тут перезаряжено. Винтовка, в винтовку всего лишь шесть патронов помещается и пять в запасе. Так, кстати, а у нас... Нет, инструментов у нас, к сожалению, нету. В общем, выходим отсюда. Так, я вроде бы здесь всех положил. Надеюсь, это еще что-то такое. Ни хрена себе. Значит, так, сейчас как-то будем пытаться... Ладно. Давайте со снайперки. А, ну да. Тут турель немножко туповатая. Вот это косяк, на самом деле. Ну, ладно. Два выстрела со снайперки кладут турель на раз-два. Так, я решил вернуться все-таки, взять патроны. Потому что винтовка здесь наносит пятьсот урона. То есть, ну, считайте, она как бы ваншотит. Потому что, ну, обычных противников она, как видите, выносит с одного выстрела. Турель с двух. То есть, в общем, очень мощная хреновина. Окей. Значит, где тут вообще выход-то? Так, патроны хорошо, конечно, но... Вот этой турели, между прочим, чтобы вы понимали, ее не было. Сейчас мы отсюда выйдем. Наконец вы поймете, где я и вообще, что я тут делаю. Господи. Хреново лабиринты. Я в шоке, серьезно. А где выход-то? Вот, наконец-то. Господи. Значит, вот это место. Я не знаю, поймете вы, где мы или нет. Надо все-таки выбраться наружу. Так. Тут вроде бы не так сложно выбраться. Потому что я, например, из порта. Вот в порту, да? Вот там вот. Я выбраться вообще не мог. Мне приходилось прыгать в воду. И плыть под водой для того, чтобы выбраться. В общем, это странно. Так. Мы, наконец-то, выбрались. В общем, мы находились с вами вот в этом вот, не знаю, бункере. Или что это такое. Мне чем-то даже Far Cry напомнило. Так. И мы хотели, кстати, еще вот туда сплавать. О, видите, агент Потапович. Но это же из Far... Гулькрай, так хотел сказать, Far Cry. Нет. Это из Гулькрая был тоже персонаж. Интересно, если он там есть, это будет круто. Но что-то мне подсказывает, что там ничего нет. Окей, поплыли туда. И попутно я обещал рассказать о плюсах этой игры. Потому что в предыдущей серии я дико бомбил. Потому что... Ну, просто накипело. О плюсах этой игры... Что я могу сказать? Ну, наверное, про сам по себе движок. Это не какое-нибудь там древнее говнище. А все-таки Unreal Engine. Это уже, как бы, хорошо. Потом плюсы это графика. Ну, в принципе, здесь графон тащит только из... Сам Unreal. Ну, вода неплохая. Деревья. Деревья, кстати, статичные. Вот почему не добавить им динамики? Было бы куда лучше. Намного приятнее было бы, если бы деревья колыхались. Возможно, это было сделано для... Того, чтобы FPS был больше. Но, черт возьми. Хватит делать игру. Ух ты, сука. Похоже, Потаповича мы здесь уже не встретим. Куда он побежал? А, вот и где. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вы тут еще и вдвоем? Ну, кто ты смелый-то такой? Так, как обычно, фразочки Гульменыча. Я так понял, тут ничего нет. Сука, да... Ну что, братва, будем разбираться не по-детски? Ну, ладно, это... Кстати, лол! Лол! Смотрите, у чувака слетела вот эта вот... Как она, арафатка или как она там называется? Вот эта вот... Типа бандана слетела с головы. Кстати, вот так модель, по-моему, выглядит намного лучше, чем они вот в этих вот повязках сраных. И вообще, разнообразие противников добавить. Ну, в общем, ладно, мы о плюсах говорим. Так вот, и, кстати, текстурку воды тоже можно было сделать получше, потому что издалека это выглядит вообще не как 2018-е, какой-нибудь серьезный там тот же Гулькрай. Вот серьезно. Так вот, ну все-таки какое-никакое разнообразие оружия. Вот в этой части конкретно появились довольно интересные задания. То есть, действительно, опять стоит. Сука, достал. Ну все, братва, будем разбираться, не по детски. Кстати, не знаю, действительно это... Действительно это так или нет, но, по-моему, в воде наше оружие перезаряжается медленнее, чем на суше. Вот серьезно, мне почему-то так показалось. Так, обыскать дом. И что еще при... Что? Нифига себе! Вот это... Вот это круто! Вот это вот сразу сходу плюс. Интересная такая интерактивная хреновина. Я взял какую-то, не знаю, флешку или что-то я взял. Не успел прочитать. Вот, действительно, интересно такая вот нычка. Но! Но! Это не совсем то, чего бы хотелось. Нужно было сделать так, чтобы мы сами догадались открыть этот ковер. То есть, ну, конечно, какая-нибудь подсказка должна была указывать на это, но не вот так вот прям впритык, да? То есть, ну, можно было сделать как-то так поинтереснее. Ладно, неважно. Ну вот, бутылки разбиваются. Но это мелочь на самом деле. Хотелось бы, чтобы вот, можно было стулья попинать, да? То есть, больше живности какой-то, живучесть игре. Так, ладно, там кто-нибудь есть? Я надеюсь, нет. Тут осмотреть подвал. Вот это вода какая-то. Но тоже вот это, кстати, хорошо, что здесь есть кусочек воды. Я не знаю, это так задумано или это баг, но это хорошо, потому что доставляет какого-то все-таки реализма небольшого. Прочитать записку. Код 834. Ну, как обычно, код находится прям впритык. Так, а Гульман... Что? Гульман не может нести более четырех артефактов? Ах ты ленивый засранец, а он мог бы и побольше. Да ладно? Вот падла. Так, вставить предохранитель. Нужно два. А, это мы предохранители берем? Причем, смотрите, они вот там вот реально вставляются. Нифига, вот. Вот это тоже хорошо. Вот, видите, это тоже большой плюс. Но я не вижу, например, что они вставляются. То есть я, конечно, вижу, но под очень таким вот непростым углом. Можно было сделать потолок повыше, эту пониже. То есть, чтобы было видно, что мы туда ставим предохранитель, что это действительно что-то происходит. Ну, а пока что... Пока что не очень. Ладно, не важно. Все равно это прикольно и хорошо. Так, а вот тут, кстати... А, ну, в общем, да. Я так и подполагал, что так и будет. Потому что мы же взяли с вами какой-то ключ. А ключ, как известно, просто так не валяется. Его надо куда-то применить. И поэтому, как бы, логично, что надо было открыть какой-то сундук или еще чего. Так, второй предохранитель. Использовать радио. Ну, блин. Я думал, будет голосовая связь. Гульман узнал, что Потапович слинял с острова, испугавшись разборок среди лидеров террористов. В сейфе Потаповича Гульман нашел данные, которые агент успел передать по радио. То есть, радио просто пошипело немножко и на этом все, да? Ну, как-то не очень, ну, блин. Ладно, ладно, фиг с ним. И, значит, что у нас получается? Нужно отнести все артефакты. Ну, вот смотрите, да? Вот вам тоже банальный пример. То есть, я взял четыре артефакта и надо аж туда пердолить, их скинуть, чтобы потом вернуться за одним, который здесь. Вот это тоже не очень так хорошо. Вообще, было бы, не знаю, очень так прикольно сделано это, если бы нужно было в каждой локации. Ну, например, как-то, ну, конечно, по-разнообразнее, но типа выстреливаешь там каким-нибудь файером. И там прилетает вертолет или еще чего и забирает этот самый артефакт. Ну, как бы такой вариант не просто все бегать, на лодку скидывать, а как-то разнообразить. Ну, хорошо. Куда же теперь сходить? Давайте посмотрим карту, что у нас там вообще осталось. Значит, карта, карта, карта. Вот здесь мы были. На островах были, но туда еще вернемся. Сарай посмотрели. Порт, так, а тут осталось-то военная база, самолет, который упал, не знаю, есть ли там что-то. В общем, честно говоря, на карте вообще я не знаю, где мы были, где нет. Я вот так и не вспомню сразу. Это нужно сугубо наугад обыскать затопленный бункер. Слушайте, вот это круто. Вот это неожиданно и круто, интересно. Так, это, конечно, мы туда сейчас пойдем. Опа. Опа-па. Противник прямо вот так вот на улице. Кстати, палатка из четвертой части. Вот это вот гробница. Так, это уже интересно. Танк. Танк, сука, стоит неразрушенный. Ну-ка. А, ну да. Так, ладно, давайте его раздолбаем. Смотрите, то есть, если мы стоим вот так, то танк стреляет чисто в дерево. Ну, это вообще кек, потому что, ну, блин, это не очень хорошо. Разработчики сами заблокировали для танка, скажем так, место. Ну, можно было бы сделать по-свободнему там как-то зону, а так получается, что он даже не может попасть по нам. Интересно, что будет, если подкрасться к этому одинокому террористу? Получится ли у нас ему вломитель? Он все-таки нас заметит. Вот просто интересно. Так. Ну и чего? Интересно. Интересно, если вообще в упор. Вот я его толкаю, как бы, да, ему все равно. Так, хорошо, что ж тогда можно сделать? А если вот так? Нет, да? То есть он вообще не реагирует? Окей. Ну, кто тут смелый? Гульман настолько суров, что вырубает противника с двух ударов. Так, мы взяли две каких-то канистры. Очередной камень. Вот я не знаю, нафига они нужны. Пистолет, пулемет. Это не очередное ли оружие, случайно? Нет, к сожалению. Палатка. Палатка вообще опять бесполезная. Вот нафига она здесь непонятно. Окейушки, что у нас дальше? Вот в этом корабле есть что-нибудь интересного? Нет, похоже, что только бункер. А на карте... А, кстати. А, вот оно что. Так, сейчас, 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 сейчас. Что тут у нас? Нифига. Хорошо, в бункер мы тогда сейчас пойдем, наверное. Но я боюсь, что там тоже будет артефакт. И мы не сможем его поднять из-за того, что у нас уже перевес. Поэтому я предлагаю сходить в лодку, сбросить это говно и потом уже вернуться. Чтоб вы все знали, Гульман проститутка. Нет, это не я придумал. Тут так написано. Вот, сами почитайте. Вот, пожалуйста. Вот, 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 вот. Вот теперь вы знаете больше. До свидания. Я решил побегать возле лодочных, скажем так, локаций и пособирать артефакты здесь. Потому что, ну, бункер это бункер, это интересно. Но все же хочу зачистить все это по порядку. Поэтому сейчас мы отправимся в этот храм. И смотрите, что получилось. Вот зачем надо было собирать эти самые камни. 14 камней у меня было. 10 из них сейчас стоят здесь. То есть, оказывается, они в самом деле были нужны. И почему-то мне кажется, что дальше мы не пройдем. Потому что не использовали... Ну, то есть, нужно собрать сначала все камни. Потому как... Это кто там ползает? Ты говно! Достали вы меня, пауки! Я боюсь сюда спускаться. Потому что мне кажется, что дальше нам тоже понадобятся эти самые камни. И если я туда спущусь, а камней нет, и как тогда? А? Как тогда будет? Боюсь, не получится. Но вот эта фишка действительно классная с камнями. То есть... Я хоть понял, что не бесполезно было их собирать. Они действительно нужны. Но получается так, что туда мы не пойдем. Ну что ж, тогда давайте на этом серию, я думаю, закончим. А в следующей серии отправимся сразу в бункер. Заберем тот артефакт, который остался там. Сходим по оставшимся локациям. Пособираем чего-нибудь полезного, если найдем. И, наверное, следующая серия будет уже последняя. Потому что там будет храм. Мы вроде бы как все соберем. И, скорее всего, это финал. Ну а пока что я с вами прощаюсь. С вами был Sky. Всем до скорого.